Настраиваем кисти рук Спрячем контрольные объекты Выбираем рейчел Переходим в скин Единичка Смотрим А, у нас еще есть Движение твиста В этом месте В 390 кадре Окей Что мы делаем Мы берем Нашу кисточку И корректируем Вертексы Увеличим вес чуть-чуть Движение твиста Вполне приличный твист Получился Можно проверить Включенным турбосмофом Как это смотрится Вполне мягкий переход Отключаем турбосмоф Теперь кисть Здесь мы делаем Те же последовательные шаги Что делали в предыдущий раз Выделяем два вертекса Берем их В кольцо И относительно этого Энвелопа Ставим 0,75% Так Теперь Относительно Вот этого Энвелопа 0,25% Теперь выделяем Этот ряд Вводим Значение 0,5% И здесь Соответственно Тоже 0,5% И видим Что изгиб кисти Вполне Нас удовлетворяет Приступаем К пальцам Для пальцев Тоже можно сделать Отдельную Анимацию Давайте Сдвинем Таймлайн Подальше Давайте Посмотрим Твист Тоже Будем Действовать Кисточкой Чуть Чуть Уменьшим Ее Вес Ее Силу Продолжение следует 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 Автокей из нулевого кадра перетащим ключик в 500 вот так скопируем в 520 кадр и кстати в 500 кадре для всех вот этих объектов связанных с пальчиками давайте их все выделим снимем выделение с Рэйчел и для них поставим ключи все кроме скейла скейл у нас отключен прекрасно просто сеткей вот теперь у нас для всех объектиков контрольных есть ключевой кадр поворот и движение переходим в 530 кадр возвращаем в 550 можно выделить сразу оба объекта и сделать им поворот и все вот эти ключики перенесем в 540 кадр и тут же скопируем их в 560 идем в 570 кадр выделяем все объекты указательного пальца и делаем поворот не обращаем внимания на вот эти вот пока цепляющиеся вертексы мы это все будем исправлять это потому что у нас грубо подстроены эмилопы наши выделяем все три объекта копируем переносим кадр в 560 копируем в 580 идем в 590 выделяем следующие три контрольных объекта и поворачиваем палец страшное зрелище просто страшное нормальный человек просто не в состоянии этого выдержать шучу переносим выделяем все три объекта кроме рейчо да что ж такое то вообще надо сказать что макс славится своими выделениями ну здесь уже ничего не поделаешь это наш выбор переходим в 610 кадр следующий палец и вот 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 сразу копируем 620 и идем шестьсот тридцатый и мизинчик нам остался выделяем все три объекта делаем поворот и повторяем все действия окей начинаем скинить настраивать веса прячем объекты контрольные за ненадобностью выделяем ренчер идем в скин единичка и поехали идем в пятьсот десятый кадр и начинаем настраивать вертиксы весами выбираем вот этот энгелок подстраиваем а здесь мы будем делать очень хитрую штуку и и и и и и и и Давайте посмотрим, что у нас происходит с пальцем. Ага, вот этот вертекс тоже должен за ним чуть-чуть пойти. По всей видимости и этот немного и чуть-чуть вот этот. Немножко добавим вот эти вертексы, чтобы было небольшое движение. Вот этот вертекс уже добавил большой палец. Смотрим. Смотрим. И теперь по процентам будем делать связи между фалангами. Выбрали фалангу. Выбрали эти два вертекса. Говорим loop. И относительно этого envelope они должны быть у нас 0,75%. Заходим в весь table. Выделяем. Ищем нашу косточку. Вот она. И здесь вводим 0,75. Есть. Теперь. Вот эта кость. Она должна быть 0,25. А вот тут у нас должен быть полный 0. отлично. Выбираем следующий ряд. Здесь вводим 0,5. Здесь полный 0. Опять вводим 0,5. О, теперь они поровну поделились. Отлично. Выбираем следующий ряд. Относительно этого envelope они должны быть 0,25. Относительно этого envelope 750. Здесь, конечно, вводим полный 0. Еще раз здесь вводим 25. Вот. Все. Теперь стало поровну. Отлично. Переходим на следующий envelope. Выделяем вот этот ряд вертексов. Соответственно, здесь у нас 0,75. Следующий ряд выбираем. Он, соответственно, у нас 0,5. И третий ряд должен быть 0,25. Отлично. А вот эти вертексы, вот эти вот, должны быть полностью исключены из влияния этого envelope. Здесь все очень просто. Просто в абсолютном весе ставим 0. Вот. Потому что они относятся только к этому envelope. Посмотрим наш сгиб. Включим терпосмув. Ну, вот то, что доктор прописал просто. Переходим к следующему пальцу. Идем в вид сверху. Нажимаем букву T на клавиатуре. Здесь сразу можно, не переходя пока к настройкам весов, сразу исключить из выделения необходимые нам вертексы. То есть просто выделяем все боковые вершины соседнего пальца. Включаем. Можно даже центральные захватить на всякий случай. И говорим 0. Следующий envelope. 0. Следующий envelope. Таким образом мы тут же исключили из выделения, из влияния этих envelope'ов соседние вертексы. Можно приступать к настройке по рядам. Здесь вся та же самая технология. Loop относительно этого вертекса. 0.75. Здесь, соответственно, 0.5. А здесь тоже 0.5. Следующий ряд. А здесь 0.75. А относительно этой кости 250. Переходим на следующий envelope. Луп. 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 250. А здесь 250. Следующий ряд. 0.5. Третий ряд. 0.75. Смотрим. А пока закроем окошко. Смотрим анимацию нашу. А-а-а-а. Теперь мне все понятно. Просто продолжим исключать вертексы. Переходим в окошко вида топ. Выделяем все вертексы этого пальца. И говорим 0. Исключаем их полностью из соседних envelope. Тоже самое проделаем. Со следующим пальчиком нашим. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Дальше идем. Дальше идем. 1. 0. 0. 3. 5. Взludем номер. Смертик Nobody. 0. 0. 0. 0. Обнуляем. Ого. все значения для мизинца. Проверим анимацию указательного пальца. Все ли у нас в порядке. Включим Турбосмоф. Ну просто то, что доктор прописал. То есть то, что нужно. Продолжаем работать с пальцами. Окошко вида сверху. И здесь движемся тем же путем. Выделяем. Выделяем ряд. Здесь стейбл. О, что-то много как-то очень вертикцев у нас получилось. По всей видимости влезли лишние. Окошко вида сверху. Находим. Нашу кость. 75. 250. Средний ряд. 0,5. И последний ряд. 0,25. ОК. Переходим на следующую косточку. Косточку. 75. 75. 50. 250 Здесь все в порядке Следующий палец Вот эти вертексы Нужно сделать все единицу Ищем кость 75 50 25 25 75 50 25 А все вот эти вертексы Относительно этого Envelope Делаем Единицу Последний пальчик Наш Мы не исключили Вот эти вертиксы У меня там у нас Единица 75 Как видите Процесс не сложный Просто достаточно нудный В этот момент Можно, например, петь песню Веселых казаков Или Танцевать Летку-енку Что тоже не возбраняется Главное, чтобы процесс Не превращался в дикую рутину И был весел И приятен 0,50 О'кей Вот это вот Мы Исключим Из этого выделения А в этом выделении Должна быть Полная единица Да Смотрим, что у нас Получилось С анимацией пальчиков Большой Проверим, что у нас Снизу Ага А вот снизу Нам нужно Немножко Подкорректировать Выбираем Этот Энвилоп Выбираем Вот эти Три Вертекса И чуть-чуть Их уводим Следующий палец Следующий Вот эти Три Вертекса Раз Два Три Увеличиваем Их Вес И последний Пальчик И Раз Два Увеличиваем Их Вес Многовато Увеличим Отлично Мы закончили Туловище И нам осталось Сделать Шею И голову И на этом Наши уроки Будут закончены В следующей части Займемся Головой И шеей Головой